Кубок Турчина 2018 нашел своих обладателей. Международный гандбольный турнир проводится в Украине уже в 21 раз. Он посвящен памяти самого успешного тренера в истории гандбола Игоря Турчина. В этом году за кубок боролись 4 команды. Взрослая и юниорская, и сборная Украины, команда Испании и Австрии. Кому достался заветный трофей, смотрите в сюжете. Победитель кубка Турчина определился досрочно, после второго тура. Сборная Испании, хоть и приехала резервным составом, смогла победить основные сборные Австрии 32-30 и Украины 27-26. Испанка Анна Гонсале стала лучшим бомбардиром турнира, забив 18 мячей. Очень сильная сборная Украины. Мы это заметили и скажу, что это была очень напряженная игра. Но поскольку мы готовились, мы трудились и вы увидели результат, который мы смогли показать, мы смогли выиграть. В последний соревновательный день сборные Австрии и Украины сражались за второе место. Первый тайм завершился в ничью 17-17. Во второй 30-минутке шла равная борьба, но хозяйки площадки оказались более мотивированными. И в итоге вырвали победу. 34-32. Эмоции сейчас действительно зашкаливают. Составляющие победы – это сейчас, наверное, больше боевой дух. Поскольку команда достаточно молодая, мы еще не такие сыгранные. Конечно, очень большая ответственность играть за национальную сборную. Даже со своей командой «Галичанка» в Еврокубках не так сильно давит эта ответственность. Украина! Для сборной Украины Кубок Турчина стал последним этапом подготовки к квалификационному турниру Чемпионата мира 2019. Он состоится в Словакии с 30 ноября по 2 декабря. Соперницами команды Бориса Чижова будут сборные Словакии, Косово и Израиля. Победитель группы получит право бороться за путевку на Мундиаль в Японии в декабре следующего года. Идет подготовка. У нас самое главное – Словакия. Поэтому мы пробуем всех. Сейчас 18 человек. У нас всех пробуем для того, чтобы определить состав. Поэтому и турнир так и прошел в плане подготовки. Для нашей команды сборной такой турнир, я думаю, в пользу пойдет. На квалификацию я им сказал при награждении, что, девочки, мы вас ждем с победой, только победой. Потому что нам надо это преодолеть, вот этот барьер. И тогда уже можно будет говорить о дальнейшем успехе. Уже в среду сборная Украины отправится в Словакию бороться за путевку в плей-офф Мундиаля. Елена Дидух, Евгений Савицкий, ЮЭй ТВ.